Сегодняшний гость Ашот Мушурян, который является основателем и директором компании Hilton. Ашот нам расскажет о том, как компания была основана, о том, как она развивалась, и о своем текущем этапе представит новую линейку устройств на седьмом поколении чипов. Hilton – это одна из первых компаний, которая перешла на седьмое поколение и уже сертифицировала целую линейку, с чем мы их поздравляем. Ашот сегодня расскажет нам подробности. Hilton на российском рынке известна термостатами теплого пола, также устройствами управления Funcoil и сенсорными выключателями. Ашот сегодня расскажет нам, как эти устройства эволюционировали и какие новые у них функции появились, какие новые устройства появились в линейке. Я надеюсь, будет интересно. Поехали. Ашот, добро пожаловать. Всех приветствую. Меня слышно? Алло. Мне кажется, надо чуть-чуть погромче, но давайте узнаем, что думают участники. Да, вот, плюсики пошли, значит, точно отлично. Слышно все. Всех приветствую еще раз. Сергей, огромное вам спасибо за приглашение, за представление. Сегодня на вебинаре я буду рассказывать в следующем порядке. Сначала просто скажу о истории нашей компании, как мы появились, до чего дошли сегодня. Потом расскажу немножко о новых чипах 700-й серии, их отличительные особенности. И потом быстренько прибегусь по нашим новым продуктам, вкратце расскажу их технические особенности и дальше отвечу на ваши вопросы. Хелтум появился в 2010 году. Мы тогда начали делать продукцию под умный дом на технологии Modbus, можно сказать так. То есть RS-485, это была кабельная технология. Продавали только устройства на нашем местном рынке, в Армении. Но мы поняли, что это не тот рынок кабельной технологии, куда можно, в принципе, развиваться. И мы очень долго искали какую-то wireless технологию, на котором можно построить хорошее устройство именно для умного дома. Тестировали ZigBee, потом перешли на Z-Wave и все-таки, в конечном итоге, остановились на Z-Wave. И вот с 2016 года мы занимаемся разработкой исключительно только устройств под Z-Wave. В 2018 году мы выпустили небольшую партию проводных устройств. Три устройства было. Термостат теплого пола, фанколь термостат и ССМ-ный выключатель. Цель была просто протестировать, во-первых, сами устройства, понять, с какого качества они получились. Потому что у нас в лабораторных условиях это одно, а когда тестируют пользователи, это совсем другое. Исправить, если есть какие-то недочеты, и потом уже с более большим количеством выйти на рынок. Тогда мы выпустили в 2018 году. Тогда они еще не были сертифицированы. Продали порядка тысячи штук, где-то половину на рынке России. У нас рынок России, основной рынок. И 16 стран Европы. Когда уже собрали какой-то фидбэк с рынка о каких-то наших устройствах, решили немножко их модернизировать, какие вещи подправить, увеличить качество. Начали их модернизировать. К концу 2018 года мы закончили новый девелопмент. Уже были новые устройства с исправленными всеми недочетами. И вот к концу 2018 мы поняли, что выходит новый чип на 700-й платформе. Обещания были хорошие со стороны Z-Wave. Чип должен был быть очень крутой. И у нас было два варианта. Либо в начале 2019 года запустить уже массовое производство и выйти сразу на рынок с большим количеством устройств. Потому что к этому времени уже мы все были out of stock. И у нас в Армении не было больше устройств. И у наших дистрибьюторов не было устройств. Или был другой вариант. Все-таки перевести, то есть потратить еще время, перевести устройство на 700-й чип. Мы решили пойти по второму пути. Инвестировали в компанию порядка миллиона долларов. И начали переносить все наши устройства на 700-й чип. Сегодня мы уже закончили. Уже сертифицировали 4 продукта. Пятый сейчас проходит. Наверное, мне через 15-20 уже получим пятый сертификат. И вот к концу июня собираемся отправить на рынок уже все 5 устройств. На самом деле мы хотели все сделать в апреле. Но из-за коронавируса у нас серьезные задержки с поставками. Но вроде бы уже потихоньку открывается аэропорт. Мы получаем какие-то продукции из Китая комплектующие. И к концу июня уже сможем поставить. Ну, в коротце забегу вперед. Скажу, что у нас в принципе производство, можно сказать, частично в Китае, частично в Армении. В Китае мы делаем комплектующие, а в Армении мы делаем конечную сборку. То есть различные заводы в Китае производят. Я сейчас читаю вопросы. Нет, речь идет о сертификации Z-Wave. В Китае мы производим комплектующие, привозим их в Армению. И вся сборка, вот в принципе за мной вот карьерная линия стоит. Мы здесь делаем сборку. В чем причина, что мы делаем сборку в Армении? Во-первых, это контроль качества. То есть если мы делали это в Китае, рассчитываясь на то, что устройство будет очень высокого качества, скорее всего бы не пришлось. Оно было бы хорошего качества, но это потратить бы очень много сил. Поэтому мы решили, что всю сборку мы будем делать своей командой в Армении. То есть мы набираем свой стафф, мы их тренируем. Они под нашим контролем делают сборку продукции. Одновременно мы его тестируем. Отдельный департамент следит за качеством продукции. И из Армении мы отбужаем. Также это уже позволяет нам писать медиан Армении. То есть продукция полностью произведена в Армении. Хочу пару слов сказать вообще, зачем существует Хелтон. У нас в компании три основных, скажем так, цели, на которые мы ставим. На третьем месте это функциональность продукта. То есть мы всегда стараемся делать очень такой функциональный продукт. Пихаем туда максимум по возможности, сколько можно всего сделать. То есть смотрим продукции конкурентов, какие у них есть функции. Смотрим форумы, на чем жалуются пользователи, какие бы функции они не хотели бы иметь. И все это пихаем в одно устройство. На втором месте у нас дизайн. Мы стараемся делать максимально красивое устройство. В принципе, все наши термостаты и сенсорные экраны, они самые тонкие в мире. Вообще не только на рынке дебейб, а на рынке термостатов вообще. Они 9 миллиметров всего лишь. То есть мы одновременно делаем крутой функционал и при этом стараемся держать красивый дизайн, максимально тонкие и маленькие устройства. А вот на первом месте у нас это вот support, то есть техподдержка клиентов наших. Мы считаем, что в принципе уже то время, когда просто делать устройство и продавать, этот этап уже давно прошел. И если вы хотите построить серьезную компанию, которую будут любить и уважать, то клиент всегда должен быть на первом месте. Вот в принципе это то направление, к которому мы двигаемся. Если кто-то обращался из вас в наш support, скорее всего, вы видели, как быстро у нас ребята отвечают. У нас стоит, что на любой мэр мы должны ответить в течение 24 часов максимум. Если кому-то не отвечают в течение 24 часов, обратитесь ко мне. Мы обязательно этот вопрос быстренько уладим. Относительно support. Я очень хочу сказать, что для нас очень важно, когда наши клиенты к нам обращаются, будь то это просто проблема с каким-то нашим устройством или это просто какое-то пожелание по функционалу. Это помогает, во-первых, понять, что не то, потому что все-таки, когда ты делаешь 5 тысяч, 10 тысяч устройств, ты энное количество тестируешь в лабораторных условиях. Но это полностью не показывает картину. И мы тестируем в наших условиях. В Армении у нас одна климатическая зона, в России где-то может быть более холодная, более влажная и так далее. Поэтому нам обязательно нужно иметь фидбэки на то, как работает наше устройство, и в том числе по функционалу. То есть если у вас есть какие-то предложения, мы с удовольствием получим эти имейлы, обсудим, связываемся с вами и, скорее всего, в ближайшем будущем мы это имплементируем. Я также хочу отметить, что мы достаточно часто выпускаем апдейты на наше старое устройство, несмотря на то, что их всего было выпущено тысячи штук. На термостат, хитинг термостат, термостат теплого пола, у нас уже прошивка десятая. То есть мы где-то в среднем раз в месяц выпускаем новую прошивку. Сейчас мы будем это уже официально выкладывать на наш сайт. До этого мы не выкладывали. Считается, что за еземинюточное раз в месяц мы будем выкладывать новую прошивку. Также будем отсылать нашим пользователям по мэлу новую прошивку. Также хочу обратиться к инсталляторам. У нас были случаи, когда, ну, так как наше устройство очень функциональное, очень много различных возможностей, не всегда получается с первого раза понять, а вот как построить ту или иную систему. Я хочу отметить, что инсталляторы могут спокойно обращаться к нам напрямую, то есть не к дистрибьютору нашему, а, например, написать сразу на технический саппорт, сказать, что у нас вот есть такой кейс, мы хотим получить вот такую-то, такую-то систему, как вы советуете его настроить. И наши ребята обязательно вам по мэлу на это ответят. Я хочу отметить еще несколько слов о саппорте. Мы когда нанимаем команду технической поддержкой, мы не просто их тренируем на поддержку наших продуктов, мы их тренируем также на полностью знание Z-Wave, рынка Z-Wave, и также обучаем их, как пользоваться продуктами наших конкурентов и вообще продукцией, которые существуют на Z-Wave. Потому что очень много, очень часто наши продукты используются вместе, в сочетании с, например, Fibaro, какими-то релешками, очень часто используются вот тач-панели наши с диммерами, с управлением для штор. И так как у него очень большой функционал, не всегда пользователи с первого раза разбираются, как это все настроить, и мы вот эту полностью техническую поддержку предоставляем. То есть если вы хотите построить какую-то систему, но вы не знаете, как настроить Fibaro вместе с Hilton, или, допустим, на Кубину, IOTech, вы обращайтесь, наши ребята хорошо разбираются во всех этих продуктах. У нас сейчас в офисе порядка 50-60 ZBF-устройств различных производителей, которые на месте тестируются, на месте собираются различные системы. У нас даже был случай, когда человек к нам обратился, у него была очень такая запутанная система, и наши ребята просто, чтобы понять, как настроить наши, какие параметры выставили из устройства, чтобы получить то, что он хочет, они полностью собрали всю систему. У нас внутри офиса мы эту систему собрали, протестировали, получили параметры те, которые нужно ввести, и эти параметры уже отправили пользователю. То есть вот наша фишка, я думаю, что будет именно в том, что мы будем стараться максимально хорошую техническую поддержку предоставлять нашим и конечным пользователям, и техническим, и инсталляторам. Здесь прозвучал вопрос, а как качество, на каком месте? Качество у нас всегда на самом высоком месте, но это вот входит в функционал и дизайн. У нас продукция не дешевая, то есть вы, в принципе, наверное, уже заметили, те, которые пользователи от наших продуктов. Мы не стараемся делать дешевую продукцию по цене. Мы не конкурируем с Китаем, мы не стараемся конкурировать с другими нашими партнерами, скажем, коллегами. У нас продукция достаточно дорогая, и цена получается именно из-за качества. У нас в среднем во время производства бракуется около 20% устройств, просто они не проходят quality test. Мы также заменяем, то есть если обратился пользователь, который недоволен продуктом, что-то так не работает, мы не углубляемся в причины, мы очень быстро заменяем, и, конечно, все это косты, это стоимость продукции. Поэтому, да, мы обращаем очень высокое качество, очень большое место ставим к качеству. Если вы чем-то недовольны, обязательно напишите, если у вас есть какие-то предложения, мы обязательно это учтем. Хочу перейти сейчас к чипам ZVR 700, что они из себя представляют, чем они отличаются от 500 серии. Во-первых, самое большое отличие – это сам чип, это ARM Cortex, он очень мощный, у него большая память. Вот в прошлом, когда мы использовали 500-е чипы, нам пришлось в наше устройство вставить второй микроконтроллер, и даже при этом у нас не хватало памяти, чтобы делать полностью функционал, тот, который мы хотели. И в конце, когда уже мы прошивали устройство, нам пришлось урезать очень много функционала, чтобы просто поместить это все в память устройств. Сейчас чипы на 700-й серии, они имеют большую память, они очень быстро работают, и у них просто шикарная связь. Мы тестировали наше устройство при прямой видимости 300 метров, они шикарно передают пакеты, практически не теряются, и тестировали устройство внутри помещения через две стены на 30-35 метров, из тысячи пакетов мы потеряли всего лишь два. Когда по условиям сертификации 30 потерь пакетов – это допустимое значение, у нас пакеты теряются, где-то два пакета, которые мы потеряли. Также интересной особенностью является то, что внутри чипа уже есть все частоты. То есть если мы раньше делали устройство отдельно под европейскую частоту, под Нью-Зиланд, Австралия, Америка, это все были отдельные чипы, конечно, это отдельная производственная линия получается, это увеличивает расходы. Мы делали отдельную прошивку для России, делали отдельную прошивку для Европы, отдельную прошивку для Америки, и это все усложняло. Сейчас у нас внутри чипа есть все сразу частоты, и вы можете зайти в меню и поменять частоту на другую, которую вы хотите. То есть если вы купили его на российской частоте, но решили использовать ее с контроллером на европейской частоте, вам достаточно просто зайти в меню, поменять параметр, и он уже перезапустит устройство, и он уже будет работать на новой частоте. Также тестировали 700-й чип на потребление, у него очень сильно упало потребление. Были вопросы, насколько реально, чтобы он потянул на 10 лет. Сложно сказать, ну, в ЗИБе заявляют, что он будет тянуть на 10 лет, если это обычный мультисенсор. Но мы пока свои устройства на батарейке не делали, поэтому сложно в реальности сказать, как это будет тянуть. Но я подозреваю, что вот в районе 4-5 лет все-таки чип потянет, и скорее батарейка потянет, и скорее всего это вполне достаточно. То есть 10 лет, это уже будет старая продукция, наверное, никому и не нужно батарейки на 10 лет. То есть в принципе 4-5 лет, 4-5 лет, это достаточно оптимально, и стоит переходить на этот чип однозначно. Что еще добавилось, кроме самой платформы, UEFA Allianz очень сильно уже начинал процесс сертификации. Мы первое устройство, вот Heating Thermostat для теплого пола, начали сертифицировать в сентябре прошлого года, провалили несколько раз, наверное, месяца 2-3 мы пытались его сертифицировать. Они постоянно находили какие-то баги, несмотря на то, что у нас работает огромная команда девелоперов, тестировщики, все-таки у нас даже не получается на том уровне делать тестировку продукта, который делает сам Allianz. Ну, у них, наверное, какие-то там кулы есть специальные, которые прогоняют полностью устройство. И вот они очень сильно ожесточили, что в принципе достаточно хороший плюс для пользователей. Они будут знать, что вот если купили продукцию на 700-й платформе, то однозначно он поддержит все те классы, которые как должны быть поддержаны в Z-Wave. Другая проблема, что сейчас нет пока еще контроллеров на 700-й серии. И проблема в том, что Allianz, когда сертифицирует контроллер, они не подходят к этому вопросу настолько доточны, как если бы они сертифицировали продукт просто hardware устройства. Контроллеры, так как они более... Программное обеспечение более сложное, более громоздкое, они не настолько тщательно его тестируют, что в принципе создают проблемы в том плане, что вот у нас не со всеми контроллерами устройство тогда работало. И просто по той причине, что либо производители контроллеров вообще не имплеметировали данные классы Z-Wave, либо не очень добросовестно это сделали. На 700-й платформе, чтобы сделать контроллер и сертифицировать, то у них есть условие, что контроллер должен поддерживать абсолютно все классы Z-Wave. То есть это означает, что если у вас есть в руках контроллер на 700-й платформе, вы можете знать, что невозможно, чтобы вы какое-то устройство купили, которое тоже сертифицировано, и при этом не будет поддерживаться контроллер. То есть та проблема, которая есть сегодня на рынке, очень частая проблема, она будет решена для 700-х контроллеров. Ну вот, наверное, столько про 700-й чип. Быстренько пройдусь по вопросам, которые сейчас возникли, чтобы потом они не... Да, support у нас, конечно, на русском языке есть. У нас support также на английском языке. И мы будем добавлять постепенно поддержку и также на других европейских языках. То есть чем больше наш продукт будет появляться на других рынках, тем больше будет у нас support. И в том числе... Скорее всего, мы скоро увидим также именно онлайн, live chat, где инсталляторы из объектов сразу смогут по live chat написать какие-то вопросы и моментально получить ответы. Я думаю, это очень будет полезно, когда вы инсталируете систему, натолкнулись с какой-то проблемой, не знаете, как ее решить. Просто вместо того, чтобы рыться в мануале, пытаться что-то понять, вы просто заходите в live chat, пишете вы моментально, получается, ответ на свой вопрос. Также мы сделаем... Так как у нас устройство очень-очень функциональное, вот сейчас мы сертифицируем highlight switch, это switch на 16 ампет, там порядка 100 параметров. Ну, вообще, когда сертифицировали, оказалось, что система сертификации Z-Wave, она просто не поддерживает возможность введения больше 60 параметров, потому что просто не было в истории Z-Wave такого устройства, у которого было больше 60 параметров. Несмотря на то, что сам Z-Wave позволяет тебе делать, в принципе, неограниченное количество параметров. Ну, вот они сейчас поменяли, мы сейчас сертифицируем, сертифицируем, но 100 параметров это означает, что очень сложное устройство, хотя по дефолту он идет достаточно простым, но вы можете, в принципе, настроить любые ситуации, которые могут вам понадобиться. Но так как параметров очень много, мы решили, что будем делать на нашем сайте такой раздел use case, который будет именно описывать, как построить такую-то систему, то есть сразу по параметрам. Допустим, если вам нужно соединить Touch Panel Switch с диммером Fibaro, там будет сразу написано, выставите вот параметр в такой значении, вот этот параметр в такой значении, вот этот параметр в такой значении. И если вы будете часто писать в нашу техническую поддержку, этих use case у нас будет больше, и мы сможем больше уже их добавить на рынок, потому что мы сами что-то можем сообразить, что можно собрать при помощи нашего устройства, но в реальности, как используются инсталляторами и пользователями, этого сможете сказать только вы, поэтому очень большая просьба. Обращайтесь к нам не только, когда у вас есть проблемы, а просто когда есть хорошие идеи. Пишите, мы обязательно эти идеи выставим на сайт и покажем, как настроить нашу устройство. Переключение. Так, один из вопросов. Сью на частоту ее из качества сигнала сильно страдает. Нет, качество сигнала вообще не меняется, потому что там есть поддержка сразу всех частот. Вы меняете просто, и вам просто нужно будет иметь какой-то стик на этой частоте. То есть если вы его купили на российской частоте, то понятно, что... Если это речь идет о термостате, на котором есть меню, визуальное меню, вы можете найти на термостате и сразу поменять параметры на ту частоту, которую вам нужно. Но когда речь идет о микромодулях, у которого нет визуального идентификатора какого-то, вам нужно будет иметь контроллер, который, допустим, на российской частоте, сделать inclusion, зайти в параметр, поменять его на, допустим, европейскую частоту, сделать сброс устройства и его опять сделать inclusion уже на контроллер на европейской частоте. Скажите, а USB-стик на 700-й серии от компании Defaro не тестировали с вашей продукцией? Нет, к сожалению, пока мы от Defaro не тестировали 700-й чип. Я думаю, что никаких проблем не должно возникнуть, потому что, собственно, чип 700-й, там никаких сложностей нет. А за компетибилити, то есть за совместимость с продуктом отвечает софт, не чип. Я не знаю, но, по-моему, Defaro, они используют все-таки Z-Wave-овский софт. Я не уверен, честно говоря. Но, скорее всего, они используют сторонний софт, и если даже они используют, вы можете подключить USB-стик на 700-й и запустить софт, например, от Z-Wave.me, который вы на Развере используете, или запустить сам софт, который прилагает Z-Wave, Silicon Labs, и он будет полностью совместим, и вы сможете настроить все параметры нашего устройства. Софтинг-зован по Z-Wave.me, устройство тестируется во время сертификации. Ну, мы используем во время тестировки Ашат, это просто я отвечаю периодически пользователю. Сергей, вы были? Да, я отвечаю сразу на некоторые вопросы, чтобы было быстрее. Хорошо. Хорошо, понятно, спасибо. Давайте перейду к нашим продукциям. У них огромное количество возможностей, но я не буду детально останавливаться. Вам лучше будет просто, если кто-то заинтересуется, какие есть более большие возможности устройства, лучше прочитать manual. вот первое это устройство, это то устройство, которое вы уже знаете, это гитин термостат, конечно, на синтроидной платформе, у нас, в принципе, уже больше нет устройств на 500 платформе, то есть мы их не производим. Мы их поддерживаем, то есть если есть... Также интересным особенностью является, особенностью вот 700-го чипа является то, что внутри чипа уже есть все частоты. То есть если мы раньше делали устройства отдельно под европейскую частоту, под Нью-Зиланд, Австралия, Америка, это все были отдельные чипы. Конечно, это отдельная производственная линия получается, это увеличивает расходы. Мы делали отдельную прошивку для России, делали отдельную прошивку для Европы, отдельную прошивку для Америки, и это все усложнялось. Сейчас у нас второй канал включился, или когда наоборот температура понизилась, включился четвертый канал. Вот эти все сценарии вы можете прописывать внутри устройства, минуя уже контроллер. Для чего мы это сделали? Чтобы просто разгрузить функционалы контроллера, потому что когда много-много устройств подключено к контроллеру, некоторые из них начинают немножко потормаживать. Вот чтобы хотя бы простейший сценарий вам не приходилось создавать внутри контроллера, вы можете это сделать быстренько через нашу параметру. здесь очень интересная вещь относительно ассоциаций, которые касаются седьмых чипов. К сожалению, есть один баг в библиотеке Z-Wave, который мы уже 8 месяцев пытаемся с ними исправить. Вообще в Z-Wave 700-м чипе было достаточно много багов, все-таки это была новая платформа. Наши ребята нашли 18, из которых 16 уже решились. мы им написали, они все это решили. Два бага еще осталось, которые обещали выпустить в конце июня решение этих багов. Эти баги касаются ассоциаций. На 500-х сериях все наши устройства на каждую ассоциативную группу поддерживали подключение до 10 различных устройств. Сейчас из-за наличия этой проблемы к сожалению пока что каждая группа поддерживает только подключение одного устройства. Но как только эта проблема решится, мы выпустим обновление и через на следующее обновление вы уже сможете подключить до 100 устройств к этой панельке в общей сложности. То есть до 20 устройств на каждый канал. Тот же форм-фактор абсолютно ничем не отличается. Та же поддержка через контроллер. А вот теперь приступлю к новым нашим устройствам нашим микромодулям они на самом деле представляют из себя задники тех трех устройств просто в другом корпусе. Вот это Relay Switch Quinto это пятиканальный релейный модуль. Он сделан под таким форм-фактором что вы можете восстановить любой задний любого выключателя и сразу управлять пятью различными группами освещения или жалюзи или окна или какие-то клапаны. Причем у них есть входы на подключение внешних выключателей. Если у вас есть панелька на пять выключателей вы можете поставить один микромодуль все эти пять выключателей подключить к одному микромодулю и управлять пятью различными системами. Абсолютно поддерживает то же самое что и Touch Panel Switch Тоже Dry Contact 5 Ампер на каждый канал и используется Zero Cross на всех каналах. Форм-фактор толщина 26 мм поэтому мы рекомендуем все-таки ставить подрозетники с глубиной хотя бы 60 мм чтобы спереди могли поставить еще и выключатель. Размер 50 мм на 50 мм то есть он входит в круглые и квадратные типы. Вот здесь мы показали как можно управлять также Dry Contact то есть вы можете подключить напряжение одно напряжение для управления первыми на первые три выхода потому что например это освещение и совсем другое напряжение на четвертый пятый выход например если вы используете жалюзин на 24 вольт и отдельно подключить вот такие у нас выносные линии идут вы можете их подключить к вашим выключателям и выключателями управлять состояние реле Energy consumption это тоже здесь собственное решение не real time просто опять же задаете в параметрах сколько потребляет каждый канал и система высчитывает зависимость от того как долго был данный канал включен здесь очень интересная вещь в том что мы сделали специальный адаптер который на динрейку он будет продаваться отдельно будет приходить будет у всех дистрибьюторов стоит по-моему 15 евро 16 долларов по-моему вы его один покупаете ставите внутри микромодуль и ставите его на динрейку причем есть места затянуть можете на динрейке затянуть или можете поставить его на стену и при помощи болтов затянуть его к стене все эти болты есть уже внутри да я про все наши устройства завод очень интересную вещь сказать они идут с наконечниками внутри коробки мы поняли что у них у некоторых пользователей есть проблема когда много проводов впихают в устройство особенно когда 5 каналов бывает что провода вот так торчат и это может создать замыкание поэтому мы сейчас прикладываем внутри коробки вот эти наконечники вы эти наконечники ставите на провод и после этого уже впихаете в вход в канал абсолютно те же функции которые есть у touch-panel switch панельки они есть и в данном устройстве то есть здесь и clock стоит и отдельное управление реле в чем вы можете связать с выходом какой будет external connection то есть с вашим выключателем каким выходом реле должен управлять тоже управление та же система управления моторизированными шторами здесь хочу приметить что у него нет авто калибрей то есть есть вот если сравнить его с роллер шаттер от пибару например у них есть авто калибрей который сам понимает сколько времени работает мотор и вот это время включения выключения поднять или опускания фиксит автоматически в данном в данном в данном случае вам придется это просто вручную секундаймером засечь сколько поднимается и ввести это данное в параметры те же schedules и сценариус правда вы здесь уже не сможете использовать температурный датчик или датчик влажности или датчик освещенности потому что уже передней части панельки нет но здесь можно задавать сценарию уже зависимости от времени максимальная длина вот здесь выдают вопрос максимальная длина проводов на выключателе ой мы проверяли по-моему 5-6 метров дальше проверяли но там 220 вольтов идет внутри поэтому не должно быть каких-то больших проблем на дальность я думаю что в принципе спокойнее на 20-30 метров он должен потянуть вот устанавливается круглый подрозетник спокойно вмещается и поддерживается теми контроллерами вот те устройства те четыре устройства которые я показал они уже сертифицированы официально у нас есть сертификат можете зайти на сайт CZ Web Alliance разделе продукта посмотреть причем все продукты они опять же multi-frequency вы можете менять внутреннюю частоту в термостатах вы можете менять это через меню а вот в микромодулях и touch панель switch надо подключить его сначала к контроллеру на этой частоте а потом поменять его частоту через параметры да можно использовать как переходной выключатель на 1 рейку ставить конечно а вот это highlight switch если до этого у нас был 5-канальное реле на 5 ампер то вот это 1-канальное реле на 16 ампер так как это на 16 ампер это будет в принципе единственным микромодулем который можно ставить сзади подрозетника потому что все существующие микромодули на данный момент это максимум 10 ампер 10 ампер это 2 киловатта они это маловато для розеток а вот 16 ампер почти там 3,5-4 киловатта уже достаточно для того чтобы использовать для розеток у этого вот у этого продукта порядка 100 функций огромное их количество я сейчас пытаюсь быстренько по нему приближаться извините здесь задали вопрос реле на 5 ампер не будут залипать нет они уже залипать не будут потому что везде используется зарокрос технологии то есть перед очищением нуля они будут залипать если вы вместе 5 ампер подключите 10 ампер но со светодиодными лампами уже этих проблем не будет ну во-первых можно управлять абсолютно тем же функционалом что и термостат потому что это два в одном то есть у него есть также вход на приключение внешнего датчика температуры NTC вы его можете использовать как термостат в тех случаях когда вам не нужна панелька то есть если вы управляете например окоплением бойлера где вам не нужно вручную выставлять температуру вам нужно это делать через только контент через телефон в этом случае мы вам советуем покупать этот микромодуль потому что он стоит два раза дешевле если процент то вот хитинг термостат он стоит 170 евро в долларах я не помню сколько по-моему порядка 190 долларов если не ошибаюсь а вот эта релешка стоит 80 евро то есть половина ровно половина но в основном все-таки мы его создали для того чтобы ставить его сзади розетка сейчас я быстренько остановлюсь покажу как это делается даже когда вы используете его для управления розеткой в принципе это устройство превращает любую розетку в смарт-розетку здесь можно поставить тот же датчик температуры и оставить внутри коробки и он будет измерять температуру внутри коробки которая будет работать как protection как сяфет то есть если розетка будет нагреваться по какой-то причине он автоматически отключит реле причем мы если у нас в термостате там железная наконечник здесь он пластиковый и вы можете его напрямую прилепить именно сзади розетки на его контакт чтобы измерять температуру самого контакта устройство опять же работает и на постоянном токе и на переменном токе то есть вы можете его питать и до 24 до 40 вольт в принципе вот пятиканальное реле тоже работало на переменном постоянном токе тоже и у него также есть тот же pilot wire то есть управление внешним выключателем можете его подключить к домашней цивилизации или опять же подключить к например какому-то выключателю и включать и выключать данную розетку данную розетку здесь прозвучал вопрос датчик NTC 10 килоом у нас идет в коробке 10 килоом но поддерживается от 1 до 100 килоом то есть там в параметре можете поменять то есть в принципе он поддерживает абсолютно все стандартные NTC датчики которые есть так как это задник нашего heating термостата то здесь Energy consumption hardware решение real time и он real time будет в реальном времени измерять какой ток вы потребляете через вашу розетку именно ваше устройство какой ток потребляет единственное ограничение по-моему там минимум это 30 ватт и выше то есть ниже 30 ватт он не измеряет от 30 ватт до 4 кило ватт так как это два в одном устройство у него когда вы делаете inclusion вы можете его делать inclusion либо в режиме термостата то есть появляется уже setpoint режим echo vac или вы можете делать его в режим включение inclusion в режиме binary switch то есть просто она обычная ролешка если вы его сделали в режиме термостата то у вас в системе появятся те же абсолютно все функции которые есть у heating термостата и вы можете все это тоже самое задавать через контроль ничем не будет отключаться единственное что при включении термостата с панелькой у вас будет также датчик освещенности датчик температуры воздуха и влажность а в данном состе этих двух датчиков нет потому что нет панели тот же режим time то есть вы можете выставить различную температуру в различное время это очень удобно для управления например бойлером хотя у меня дома есть теплый пол я его один раз поставил и больше температуру не меняю поэтому насколько есть необходимость тратить 200 долларов на то чтобы управлять теплым полом когда можно потратить пол цены и ту же температуру выставить и управлять тем же полом time mode our devices здесь он сделан для того что вы можете поставить какое-то время розетка отключается а в какое-то время розетка отключается это очень полезно когда например вы идете спать вам эта розетка больше не нужна вы всегда можете поставить что например в один свечер розетка отключается а в 7 утра розетка автоматически отключается ну я это использую очень часто для своей дочери когда она часто смотрит телевизор по ночам я просто ставлю в один час в вечер телевизор автоматически отключается здесь был вопрос просьба чуть подробнее пояснить как после инклюзина можно изменить свойства устройства в контроллере после инклюзина в принципе свойства не меняются но если вы сделали инклюзин в режиме термостата, а теперь хотите сделать inclusion в режиме свитчера, вам нужно сделать exclusion и потом снова сделать inclusion. Я просто забыл сказать, как этот процесс происходит. Если вы два раза нажали на кнопку inclusion, он происходит в режиме термостата, а если четыре раза нажали на эту кнопку, он уже заходит в режиме обычного ролика. Хотя в параметрах тоже можно поменять. Если вы его сделали inclusion в режиме термостата, можно зайти в параметр, поменять тип устройства на реле сделать эксклюзион и сделать опять эксклюзион тогда появится в режиме свитчер здесь опять же те же различные варианты управления выходом реле так как его можно использовать подключить к внешнему сенсору управления то есть либо inverse state просто меняет состояние реле когда вы замыкаете входы внешне либо просто как момент работает если он замкнут релешка включена если разомкнут релешка отключена моменты то же самое просто наоборот когда замкнут релешка отключена когда разомкнут релешка включена свитч он он не то есть просто замкнули он всегда включается на он но уже выключить его нельзя выключить можно только при помощи контроля через ваш телефон или наоборот switch off only или можете сделать в режиме термостат switch to mode то есть замкнули он перевел на режим echo или замкнули он перевел на режим dry есть режим timer то есть включить он а через какое-то время выключить его или наоборот выключить или через какое-то время включить тоже есть вы можете задать что какое-то время включалось какое-то время выключалось тоже устанавливается на один рейку так как это устройство на 16 ампер то есть вы можете просто поставить его рядом с вашим автоматом провести через него и у вас фактически получается автомат управляемый автомат автомат защищает скачков а релешка будет включать и выключать данную вашу сеть например вы можете поставить всю сеть домашнего освещения вот на это и одним нажатием отключить все освещение дома и розетки отдельно привести к поставить все это собрать внутри вашего рейки то есть 16 ампер достаточно серьезная нагрузка может нам подключить очень много всего здесь задали вопросы с 1 из 2 это два входа для напряжения или один вход для сухих контактов 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 но там не совсем сухой контакт на самом деле через с идет с x идет напряжение 220 вольт то есть там есть напряжение и нужно подключать его к тем выключателям только на которых нет физического то есть мы не можете физически дотронуться до вот этих самих контактов не ударил ток вот мы очень сильно постарались над системой протекшна так как мы делали это устройство в первую очередь для управления розеток мы подумали на том чтобы сделать какой-то хороший функционал именно защиты розеток от различных ситуаций которые в последнего жизни бывает я попытаюсь быстренько сейчас по ним приближаться но они представляют данные вы можете просто написать температуру если поднимается выше 60 градусов он автоматически отключает данную розетку измеряется тем же вот выносным ntc датчиком который вы оставляете внутри если можно поставить что при температуре 50 градусов вам вышлет notification что розетка начинает нагреваться а при 60 градусах автоматически включает розетку айлой тайм-аут мы это сделали такую функцию работать следующим образом вы можете указать нагрузку свыше которого вы термостат будет понимать что это большая высокая нагрузка например указали 1 киловатт и пишите что максимальное время включения данной нагрузки 30 минут например если вы указали 1 киловатт 30 минут забыли при этом оставили включенному утюг который выше одного киловатта через 30 минут он автоматически отключает эту розетку но при этом если вы его подключили нагрузку меньше одного киловатта метом 800 фатт да это таймер не срабатывает это именно сделано для тех случаев для тех розеток когда вы подключать какие-то большие нагрузки ну я по своему опыту понял что обычно женщины которые делают утюг они как правило пользуются одними тем же розеткой правда не близко стоят к другу либо это кухня не знали в какой-то комнате вот именно на этой розетке можно поставить такую функцию всегда будете знать что если даже ваша у нас случайно забыла включенный утюг включенным то через 30 минут розетка автоматически выключена over voltage drop voltage drop это функция которая слежения за напряжением мне кажется это очень актуально для рынка россии в принципе для армении тоже где у нас есть постоянные перепады напряжения вы ставите просто минимум и ставите максимум и он защищает если напряжение падает меньше указанного напряжения автоматически отключается если опять же выше тоже автоматически отключается причем можно поставить автоматическое включение когда напряжение вернется в нормальное состояние и там в течение трех минут это будет поддерживаться нормальное состояние розетка опять же включать очень интересная функция которая очень сильно дорожала наш продукт это spark it's all detection он вылавливает искры то есть если вы подключили какое-то устройство которое начинает какой-то причине искрить например вот плохой вход в розетку да он расплавился начал искрить устройство вылавливает эти искры и сначала высылает там notification потом через какое-то время просто автоматически отключает нагрузку очень даже полезно для тех случаев когда у вас портится начинает портится оборудование там начинаются внутри искры эти мелкие искры которые вы не слышите вы не видите но устройство их вылавливает и отправляет вам notification что у вас есть проблемы со подключенным устройством мне кажется очень полезная функция это просто вы ставите максимальную нагрузку то есть не обязательно чтобы эта максимальная нагрузка была 4 киловатта можно поставить 2 киловатта если подключить теперь эту нагрузку больше двух киловатт он автоматически отключает розетку лоид авто он офф эта функция существует для того что как как она работает когда вы вытаскиваете вилку из розетки розетка отключается доставили вилку обратно он автоматически включает розетку получается что когда у вас вилки внутри розетки нет розетка всегда отключена даже если ребенок запихнет туда пальцы и его в принципе только не ударит а вот если никакой нагрузки нет то розетка отключать ну так значит дополнительная защита от аппарата например и так далее здесь был вопрос вот лишь дробь может отловить отгорание нуля честно говоря не очень понял что вы имеете ввиду пишите чуть подробнее постараюсь ответить вопрос то есть вот принципе здесь девять очень серьезных систем защиты которую вот ну мы ни разу не встречали не просто на рынке z-wave а вообще на рынке домашней автоматизации не стоит ли ни одного устройства которого настолько серьезная система защиты именно против сгорания и защиты систем конечно все эти функции они поднимают стоимость продукта поэтому я вначале сказал что мы не стараемся конкурировать ценой мы конкурируем качеством и функционалом то есть если нужно дешевые то наверняка их можно найти каких-то каких-то китайских производителей но если вы хотите вот устройство которое знаете что всегда будет качественно долго будет работать оповестить вас о каких-то нештатных ситуациях тогда есть может быть уже смысл платить чуть больше и получить более шикарно шикарного устройства также вот как он вмещается в розетку то есть можно его датчик температуры поставить просто вот так внутри розетки чтобы не измерял температуру розетки или может его прилепить каким-то двусторонним скотчем или чем-то к саму розетки поддерживание тем же самым теми самыми всеми контроллерами потому что это те же самые устройства вот это устройство сейчас он проходит на данный момент сертификацию я думаю что к концу мая у нас уже сертификат будет вот пожалуй про наше устройство если вкратце все можно наверно пойти к ответу на вопросы если что-то забыл давать а а и и и и и и и Да, у нас было несколько технических проблем с устройствами. Они, конечно, встречались не на всех, но на некоторых устройствах у нас были проблемы с тачем, что никак не получалось выявить в наших условиях, не знаю, в чём разница, может быть, как-то влажность на это влияла. Но мы наблюдали у некоторых пользователей, была проблема с тачем. Мы это всё сейчас уже исправили, но продукции этой проблемы нет. Это то, что касается тача, но проблема с залипанием реле, она, в принципе, обсловлена тем, что проблема в самих светодиодных лампах, но вот Zero Cross эту проблему тоже решила. То есть, в принципе, мы собрали достаточно много информации, многие пользователи к нам обращались просто каким-то советом, некоторые пользователи писали о каких-то проблемах. Ну, софтерные баги – это несерьёзно, потому что мы их быстро исправляем, сразу отправляем новую прошивку пользователю, если был какой-то софтерный баг. Нам было более важно понять, какие именно хардверные баги есть в самом устройстве и как они с течением времени меняются. Ну, только два вот этих серьёзных, видите, серьёзные проблемы выявлены, которые мы уже исправили и в новой продукции этих проблем больше не будет. Что касается рынка, мы вот думали, что, в принципе, может быть очень интересно цветовое решение продукции, но опыт показал, что нет. Вот самый ходовой – это всё-таки белый-белый, а потом может быть чёрный-чёрный. То есть, люди у нас и на наших рынках, они достаточно консервативные. Не знаю почему, мне лично нравится Silver Black, то есть, серебристый и чёрный. В принципе, первое устройство, которое вышло, оно было серебристым и чёрным, только после этого мы добавили цветовые различные решения. Но вот в основном пользуются белый-белый, примерно, наверное, 60% рынка – это всё-таки вот белый-белый устройство. Остальные 40, из остальных 40, наверное, где-то 20-25% это чёрный-чёрный и остальные 20% оставшиеся цветовые гаммы. Правильно я вас понял, Сергей, ваш вопрос? Спасибо. 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 Ну, с увенением ассортимента мы ничего не выиграем. Мы в любом случае цветовые решения не продаем, то есть это по заказу, мы дистрибьюторами не поставляем. Но учитывая, что между Арменией и Россией очень быстрая доставка, мы можем достать продукты в течение 2-3 дней, я думаю, что для тех пользователей, которые все-таки решатся, что им нужна именно, например, киняя версия на стену, они могут заказать и через неделю у них это уже будет. Более сложного стоит вопрос с Украиной и Белоруссией, ну, если мы говорим о цисканте, да, в постсоветском пространстве. Мы можем это отправить при помощи DHL, FedEx, это будет чуть дороже, но тоже можно быстро получить. Я думаю, что для тех случаев, когда нужно... Да, Сергей. Мы не думали, не думали по той причине, что и так все-таки не продаются эти цвета в больших количествах. А вот под заказ вообще не поступало подобных запросов. В принципе, можно подумать, так как мы имеем возможность именно в нашем, в Армении, печатать эти цвета у нас в офисе прям. Я думаю, что можно, в принципе, делать картиношки, да. И, соответственно, другие цвета тоже. Нет. Нет. Мы посчитали, что делать такие же устройства, как у FIBARO или Aotec, но на пару миллиметров меньше смысла нет. В принципе, там что 15 миллиметров, то есть 16, то есть 14, много чего не меняет. Но сделать устройство, которое будет 5 каналов вместо двух, это очень выгодно. Ну, мы с детства устанавливали какие-то объекты в Армении, делали монтаж системы дома. И было очень много мест, где использовали прям 10, 12, 15 каналов. И тогда приходилось ставить по 5-7 выключателей релешек от FIBARO, когда можно просто поставить две релешки наши. Это не просто выигрыш в цене, а самый большой выигрыш – это в процессе инсталляции. Вы делаете inclusion одного устройства, вы настраиваете одно устройство, в системе это одно устройство, управляете одним устройством. Это и дешевле, и быстрее в качестве инсталляции. Поэтому мы пошли именно таким способом, именно этим путем. Второе, почему мы начали туда пихать большой функционал, потому что мы опять же, наши ребята, столкнулись, что вот что-то хоть хотим сделать, какой-то функционал, а вот такого параметра устройств нет. А почему должно быть так? Почему просто, если это все-таки программное обеспечение, то есть Hardware один и тот же, железка одна и та же, можно сделать более хорошее программное обеспечение, добавить больше параметров и добиться большего функционала. Вот мы идем, да, именно по этому направлению. Причем, если вам, пользователям, придет в голову что-то, что у нас нет, мы обязательно напишите, мы, я обещаю, в течение месяца добавим это в следующую ошибку обновления. Во-первых, нужно, наверное, ответить на такой факт, что я вырос в России, я сам гражданин России, у нас московская дети граждан России, у меня Россия это второй, как это называется, второй дом, да, второй дом. И поэтому для меня этот рынок, то есть это то же самое, что я продаю в Армении, я продаю его и в России. То есть я продаю на своем рынке, для меня я продаю свои продукты на своем рынке, поэтому это не просто было место, где быстрее выйти. В принципе, нет. Нам, чтобы выходить в Европу, чтобы выходить в Россию, может быть, стоило примерно одинаково, но наличие нашей продукции на рынке России, это, в принципе, в первую очередь мое желание, вторую очередь стратегически в том плане, что российский рынок, он маленький, я честно признаюсь, по сравнению с европейским, и захватить его сильно проще. Я уверен, что мы сделаем максимум, чтобы в ближайший год-полтора стать лидирующим, иметь лидирующие позиции на рынке России. Мы это будем делать как при помощи поддержки, как при помощи качества, при помощи функционала, при помощи линейки. И, конечно, мы ожидаем, Сергея, поддержки именно от вас, как от главного нашего дистрибьютора на рынке России, и поддержку от самих пользователей. Поэтому, да, Россия для нас является очень важным рынком. Мы, в принципе, сейчас, когда сравниваем продажи, ну, примерно 30-40% пока что это рынок России, а остальные 60-70% идут на Европу. На американский рынок мы ретел пока не продаем. Бывают просто маленькие проекты, и есть партнеры через них, мы под какие-то проекты что-то делаем. Но на ретеле мы пока нет. А на Европу продаем, да? Чуть-чуть расскажу. Да, у нас почти все сидят в Армении, но есть в Силиконовой долине, мы зарегистрировали компанию в Америке в прошлом году, чтобы получить инвестиции. То есть инвестиции у нас американские, хотя большинство инвесторов все-таки армяне, но американские армяне, поэтому мы зарегистрировали компанию в Америке. Вся команда почти в Армении, двое в Америке, в долине сидят. В Армении порядка 20 человек, ну, бывает, уходят, уходят, увольняем, новые люди и так далее. Ну, где-то так, да. Но мы сейчас расширяем штраф постепенно. Я думаю, что до конца 2020 года нас будет по 35-40 человек. Сейчас мы расширяем именно саппорт, то есть техническую поддержку. У нас двое на данный момент сейчас технической поддержки, и я думаю, что к концу года их будет уже 6-7 человек. Спасибо. Да, верно. М-м-м. По мне, в принципе, смарт-стат штука очень хорошая. Проблема в том, что большинство контролев их не поддерживают. Поддерживают только Raspberry, за что еще раз спасибо вам, Сергей. Но если их будут поддерживать все контроллеры, однозначно это упростит процесс установки. Вот чтобы вы поняли, как это выглядит, да, я забыл про это рассказать. Это QR-код. Вот на самом устройстве вот есть такой QR-код. Вы его при помощи приложения сканируете, и автоматически устройство добавляется в вашу систему. Или изначально, когда вы покупаете у дистрибьютора, а дистрибьютор имеет возможность добавить этот QR-код внутри системы, и когда вы его получаете, уже устройство автоматически добавлено. То есть как только вы подаете питание на устройство, сразу автоматически добавляется в сеть. Меньше процессов, больше секьюрити, меньше войсни, почему бы нет? Это сильно упрощает. Но насколько вот это вот такая фишка, которая поменяет рынок, ну в этом я не уверен. Ну, такая, да, неплохой фичер, но я не могу сказать, что по нам это все-таки такая вот что-то серьезно меняющаяся. Но это лучше сказать инсталлятору, потому что мы делаем малые инсталляции. Мы, в принципе, делаем просто инсталлятор для своих друзей, чтобы делать тестировку системы. А так инсталляции нужно. Да. 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 Ну, в принципе, с совместимостью проблем не возникало. То есть, если устройство совместимо с контроллером, и наше устройство тоже совместимо с контроллером, то они с друг другом тоже работают. Пока еще до сегодняшнего дня мы не сталкивались со ситуацией, когда хотели каким-то образом при помощи нашего устройства управлять другими устройствами. Это не получалось. Это уже просто зависит от функционала. Например, мы хотели что-то настроить с Fibaro, очень часто используются наше устройство с Fibaro, но там была проблема с обратной ассоциацией, когда мы не могли получить обратную ассоциацию от реле. Потому что вот Fibaro, диммер и реле, они не передают ассоциацию на состояние именно реле или диммер. То есть, мы когда хотели делать так, чтобы диммер Fibaro менял на таш-панели цвет кнопки в зависимости именно от его состояния, по ассоциациям у нас это не получилось сделать, потому что это отсутствие Fibaro. Пришлось сделать через сценарий контроллера. В принципе, я опять же говорю, мы многие инсталляции не делаем, хотя у нас в офисе практически все бренды есть. Кубино, Filio, IOTech, Vidom, Fibaro. Мы их просто на use case используем. Стараемся понять, какие параметры, где, что, как лучше выставить, чтобы получить хорошие use case, которые мы будем потом выставлять на нашем сайте. Опять же, да, я хочу попросить, чтобы пользователи часто к нам писали, не только когда есть проблемы, а когда нашли хорошее применение устройства. Мы обязательно это все распишем красиво. И да, Сергей, мы это обсуждали. Мы все-таки еще придерживаемся этой идеи, что нужно сделать так, чтобы минимальным нажатием кнопок человек получил ту систему, которая ему интересна. Поэтому, если мы соберем базу вот этих use case, сможем уже изначально сделать какие-то настройки, чтобы человек выбрал, например, template номер три. Выбрал template номер три, у него все, система уже подготовлена. Это просто будет что-то, мне кажется, бомбой на рынке. Потому что мы должны думать, как сделать что-то. Да, да, сочетаясь с smart art, это будет очень быстро работать. Да, вот сейчас у меня есть в руках диммер. Правда, вот наши паттерны показывают. Это уже готовое устройство. Мы его сейчас тестируем. Я надеюсь, что через два-три месяца он может выпасть его на рынок. Это двухканальный диммер на пятьсот ватт. Сейчас мы именно его тестируем, как он выдерживает в различных условиях пятьсот ватт. Может быть, будем вынуждены спустить диммер. Результат теста покажет. Привязательно то, что он работает, опять же, только без фазы. И два канала. При этом он не работает по размеру. Обычный выключатель, можно сказать, один такой диммер. И он. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Очень интересно, как вы прошли путь от первой линейки продукции, которая для вас была пробным шаром с целью понять, стоит ли в это инвестировать больше денег или нет. Расскажите, сколько занял анализ у вас того, что вы собрали с рынка и насколько ваши ожидания от ваших первых продуктов, которые вы выпустили, разошлись с реакцией пользователей, то есть какие вещи удалось узнать от пользователей, что не было выявлено в лаборатории? Продолжение следует... 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 Более того, основные ваши конкуренты даже еще не начали. Ну, кто-то начал делать на 700-м чипе, но, по крайней мере, на сертификацию большинство еще не вышло. И при этом на рынке микромодулей все, в общем-то, конкурируют размерами, все пытаются сделать самое маленькое устройство. Это и Fibara, это Vidom, Defara и многие другие. И вы же пошли немножко по другому пути делать безопасное, наполненное большим количеством функций устройства. Какие у вас ожидания, как вы собираетесь конкурировать и какой рынок для вас вообще наиболее важен на данном этапе? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Для ваших свитчеров, для устройств... Панелек с реле... Думали ли вы о какой-то обработке стекла, например, созданием тач-эффекта, выемок, или, может быть, матовые какие-то эффекты, для того, чтобы легче было попадать в клавиши, не глядя? Например. Продолжение следует. Спасибо, да. Совсем не такая погода, как у нас сейчас в Москве. Проводили ли вы исследования, как влияет температура, влажность, а также наличие, например, жирных пятен с пальцев на работе тач-сенсора и какой правильный уход за стеклом, чтобы стекло работало долго и хорошо. Ну, тач имеется в виду, тач работал долго и хорошо. Продолжение следует. Жирными пальцами. Вы ему даете шашлык поесть? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . Спасибо. 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 Если говорить теперь про дизайн. У нас достаточно часто в России люди используют выключатели все в едином стиле. Более того, часто хотят несколько выключателей поставить рядом или выключатель с розеткой. С такими тач-панелями это всегда проблема. Расскажите, какие пути вы предлагаете пользователям, чтобы им справиться с этой проблемой? Спасибо. 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 Спасибо.